У Первомая праздника, который неоднократно менял название, вековая история, за которую сложилось традиционное представление о том, как должен проходить этот майский день. Безусловно, центральным действием была и остается демонстрация, но не менее важными для людей являются и праздничные гуляния, в которые плавно перетекает шествие людей труда. Мы прогулялись по праздничному Славянску и посмотрели, чем радовал жителей и гостей города Первомай 2018 года. Первомай. Этот день особенным считают во многих странах мира. И везде, прямо или косвенно, он связан с трудом. Ряд европейских государств, продолжая языческие традиции, празднуют Первого мая пробуждение природы и начало активных сельхозработ. Отмечают День цветов и рукоделия. Для нас же Первый день мая – праздник солидарности трудящихся. Хотя с годами этот смысл всё больше растворяется, уступая место празднику труда и весны. Весна, цветы цветут, всё оживает. И поэтому и любим его. Он всегда приносит весну, все люди радуются его приходу. Все с тёплыми улыбками выходят и поздравляют друг друга. В этом году Первомай порадовал славянцев на удивление тёплой, безветренной и солнечной погодой. Оставаться дома в такой день было бы преступлением, потому сотни людей пришли в центр города, чтобы посмотреть на яркое шествие трудовых коллективов и порадовать себя и своих детей хорошей прогулкой. На театральной площади традиционно разместились торговые ряды, продающие сувениры и сладости. Большой популярностью у юных модниц пользовался аквагрим. И хотя отдыхать в такой день лучше, чем работать, настроение у тех, кто стоял за прилавком, было приподнятым. Солнечное настроение, дети тут, родители, все радуются, бегают, резвятся. Замечательно. Конечно, хотелось бы на природе, но, как видите, работа позволяет, не заставляет работать. С наступлением тепла в наш город приезжает много гостей из более северных уголков страны. Елена Стебенкова с семьёй приехала из Москвы. И пока самый юный член их семьи осваивает искусство ходьбы на изумрудном газоне, Елена планирует дальнейшие мероприятия праздничного дня. Сложившиеся традиции, возможность встретиться со всеми, увидеться. А как вы любите его отмечать, этот праздник? В семье, в кругу, на природе, шашлыки. Ну, стандартный классик. И в этих планах Елена не одинока. Пожалуй, большая часть населения города в этот день запланировали традиционную маёвку с шашлыком. А те, кто не уехали на традиционные шашлыки, смогли найти себе занятие по интересу в центре города. Мы, например, решили сделать сувенирную монетку. Что будет изображено на сторонах монеты, каждый решает сам. Ударить молотком тоже можно самостоятельно, а можно и попросить организатора аттракциона. От славянской культуры находимся здесь. Чеканим монеты. Вообще народу нравится, приходят, интересуются? Да, интересуются. Монеты всегда всех интересуют. Интересную выставку подготовили в парке сотрудники музея. Здесь перед нами некоторые интересные экспонаты. Это, в частности, уборщики Египс, которые называли девичью лёд. Перит, например, с необыкновенной камень с золотым отливом, который в средние века именовали колчеганом или кошкиным золотом. Детей развлекали станции, организованные работниками детской библиотеки. Кипела жизнь и в парке аттракционов. Конные прогулки, колесо обозрения, горки и карусели были заполнены людьми. Все от мала до велика радовались наступлению долгожданного тепла и любимого весеннего праздника. Наполнился отдыхающими и новый молодёжный парк. Хорошее настроение гуляющим дарили лучшие детские коллективы, которые пели и танцевали на главной сцене города. 1 мая 2018 года самый народный из всех политических праздников останется ярким воспоминанием для сотен жителей и гостей города. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».